Приветствую постоянных зрителей и подписчиков моего канала, также случайных гостей. Я рад вас видеть, надеюсь, вы на канале задержитесь. Сегодня будет несколько необычный ролик. Я был до крайности удивлен, когда услышал слова этого человека и решил поделиться ими с вами. Очень редко можно встретить людей, которые с абсолютной точностью оценивают любую ситуацию или могут не просто предсказывать, как, знаете, пальцем в небо, например, сейчас предсказывает такой так называемый оракул Валерий Соловей. Сейчас пользуется большой популярностью в интернете. Но этот человек и год, и два тому назад все время предсказывает какие-то вещи, затем эти события не происходят, он сдвигает дату и так далее. И меня сейчас, конечно, смешит, как все прильнули к Валерию Соловью. Это один из самых неэффективных аналитиков и предсказателей, но, тем не менее, люди любят послушать Валерия Соловья. А этот человек, которого вы сейчас услышите, я могу назвать его и называю всегда его одним из своих духовных учителей. У кого-то Сократ, Шопенгава. Эти люди тоже сыграли в моей жизни определенную роль. Но и вот этот человек формировал в свое время мои взгляды без всякого сомнения. Я часто спрашиваю о том, назовите авторов или книги, которые вы читаете, или людей, кому вы прислушиваетесь. Ну вот это один из многих. Я, может быть, когда-нибудь сделаю ролик, расскажу о других людях, кого безмерно уважаю. И вот один из этого списка, конечно же, Леонид Мацых. Много лет тому назад я заходил в YouTube только для того, чтобы послушать лекции Леонида Мацыха, так как тоже в свое время изучал историю религии. А это теолог, может быть, самый мощный теолог, философ, доктор филологических и теологических наук. Человек, который много-много лет взял на себя такое тяжелое бремя объяснить быдло населению, что такое масонство, буквально по кирпичикам разложил это все во множествах книг и статей, пытаясь донести до совершенно непробиваемых людей, что ничего страшного в масонстве нет, что все сплетни, связанные с этим названием, ничего общего к масонству не имеют. Но достучаться до сердец этих людей фактически невозможно. Ну а грамотные люди и так знают или приблизительно догадываются, что за сообщество такое было вольных каменщиков. Это я к тому, что если вам хочется познакомиться с Мацыхом, найдите лекции на YouTube, их очень много. Опять же, если вас интересует история религии, лучшего специалиста вы в этой сфере не найдете. Ну и для тех, кого не интересует этот предмет, лекции о масонстве расширят ваш кругозор сразу на несколько параметров. Леонид Александрович Мацых, к сожалению, умер еще в 2012 году. У него был рак крови. И, на мой взгляд, это большая потеря для Украины прежде всего, ну и для России в принципе тоже. Леонид Мацых был евреем и убежденным иудеем, как и большинство мудрецов на нашей земле. Ну вот так уж складывается. Обычно из этого народа, и Мацых не исключение, он родился в Киеве, гордился этим и всегда называл себя украинцем, несмотря на то, что последние годы работал в России. Я больше чем уверен, если бы Мацыху пришлось жить во времена после Майдана, вот начиная с 2014 года, он бы по принципиальным соображениям, конечно, бы выехал из России. У меня нет ни малейшего сомнения, потому что это был настоящий патриот своей родины и прекрасно, кстати, владел украинским языком. Так вот, что меня поразило, радиопередача, беседа Быкова, писателя Быкова с Леонидом Мацыхом, сама по себе замечательная передача, я дам ссылку, пройдите, послушайте ее полностью, но я вам предоставляю буквально один кусочек. Задолго до предстоящих событий, задолго до Майдана и до нынешнего положения Украины и украинцев, Мацых очень точно обозначает, что такое украинский народ, как они должны жить, ощущают ли украинцы себя русскими, можно ли украинцев и русских назвать одним народом, и на такие, я бы сказал, глупые вопросы Быкова отвечает достойно. Итак, за много лет до Майдана он описывает ситуацию нынешних дней. У него тогда, уже 8 лет тому назад, не было ни малейшего сомнения, что это разные народы и что Украина будет идти своим самобытным путем. Вот это меня поразило. И я советую, конечно, украинцам прослушать эту часть беседы, ну и русским тоже не мешает познакомиться с этим человеком, послушать эту передачу и сделать выводы, что умные люди задолго до предстоящих событий могут точно оценить ситуацию. Ну и светлая память великому человеку, мудрецу Леониду Мацыху. Прелестно. Не могу вас не спросить, как украинца, о ситуации с Украиной. Обречена ли она на повторение российского опыта, или это все-таки совсем отдельная страна? Страна ли это вообще? Это страна, безусловно, и как людина, которая родилась в Киеве. Я маю на этом монополёге. Ты, как человек, родившийся в Киеве, я должен на этом настроить. Ну, слава тебе, Господи, я уже понимаю его легко. Не все наши слушатели понимают так хорошо. Думаю, что все. Наверное, как и русские прекрасно понимают наши украинские слухачи. Это так. На Украине нет человека, который не знал бы... Яких немало. Яких богато. Так. Но видите ли, на Украине нет человека, который не знал бы украинского языка, и нет человека, который не знал бы русского. Но в России есть разные. И настолько разные. Это другая страна, и Кучма был правлен, и Данилович, который сказал, что Украина не Россия. Там другой этнический состав, там другая религиозная ситуация, там другое прошлое, там живые еще, как ни странно покажется, казацкие традиции вольницы, там меньше византийства, холопства и царства. Да, это верно. Это у меня сегодня как раз школьники говорили, что Украина в изображении Гоголя гораздо свободнее России. Ну, несомненно. Свободнее и теплее. Да, а кто коренной? А ты чем не коренной? Да. Вот как бы так. И в этом смысле нет. Украина уже пошла другим путем. Уже пошла. Уже. Точка невозврата пройдена, была на Майдане. Не будет ли хуже? Экономически запросто может быть хуже, но политически нет. Уже возврата к полной тоталитарной диктатуре никому не дадут распоясаться, даже Януковичу с Азаровым. Даже им. По-моему, Янукович уже очень распоясался. В смысле? Прости, Господи, мне очень бы не хотелось, чтобы это было так. Вы видите, знаете ли, все познается в сравнении. По сравнению с Кучмой Янукович не обладает и третью тех штуковин, которыми Кучма обладал. Полномочий, да, ограничениями тоже не обладает. Не обладает. Его сравнивают не с Кучмой, как следовало бы, или с Кравчуком, а с Ющенко. А при Ющенко был полный разговор. Понимаете, Янукович человек без моральных ограничений. Это очень видно. Это правда. Зато у него есть понятие о целесообразности. Он хорошо умеет считать. Да, он договороспособный. Он понимает, кто есть кто и кто есть ху. То есть в этом смысле он не безбашенный, как мои студенты говорят. Он четко понимает, куда дует ветер и как следует идти. С ним можно договориться. Распоясаться на Украине уже не дадут. Хотя определенное закручивание гаек будет, но никогда Украины не будет, например, Белоруссией нынешней при полном маразме Лукашенко. Это исключено. Но вот что может Россия там предложить, да, запропонувать, чтобы они потянулись? К России? Да, да. Очень бы хотелось. Я не воспринимаю Киев отдельно. Ну, что хотите делать? Я все-таки вырос в Крыму. Ну, я не могу этого делать. Ну, как каждое лето там. Ради бога. Во-первых, надо прекратить отвратительные антиукраинские издевки, которые сплошь и рядом, скажем, на телевидении, на радио. Прекратить изображать украинца какого-то дебила, который сидит там на поле и закусывает салу. Ну, кто его так изображает? Давно этого нет, господи Фомилы. Давно нет этого. Абсолютно есть уважение, есть понимание великой культуры, и карпатской, и восточной, и все это... А что вы говорите, Дима? Вы выдаете... Вот тут вы выдаете желаемое задействительное. Почему? Ну, я же знаю друзей своих. Кто вы? Ваши друзья нерепрезентативный круг. При всем уважении к ним. А кто? А вот те, кто задают тон, кто вещает, комлает на государственных каналах. Они как говорят об Украине? Они никогда не ставят вопрос о том, так что, мол, Украина самостоятельная страна, самостоятельная история. Это отделившаяся часть, это нашалившие школьники. Пока будет такой взгляд превалировать, никогда разговора на равных не получится. И вот это вот главное, что обижает украинцев. Перспективы соединения вы не видите? А, это невозможно абсолютно. Империя распалась окончательно. И более того, часть имперских частей пошла по монархическому образцу. Россия, Казахстан, Средняя Азия вся. Да, Казахстан, Азербайджан – это такие просвещенные монархи, Туркмения, Узбекистан – это абсолютные восточные диктатуры, Лукашенко – это обезумевший тиран. А Прибалтик… Мало осталось, мне кажется. Дай-то бог, дай-то бог, чтобы как можно меньше. Но вот Априбалтика, Украина и, как ни странно, Молдавия, они выбрали западную модель. Прибалтика живет лучше, Украина хуже, Молдавия, совсем неважно. Но в данном случае это не имеет значения, они не вернутся назад. Они не вернутся назад. Видите, Римская империя распалась, а сейчас сползлась. Она сползлась еще в Средневековье, когда люди думали, что они живут в Великой Римской империи, но они при этом никакой империей, никакой Римской не являлись. Это было просто такое название. Римская империя кончилась. И культура ее кончилась. Но вы говорили, что Украина как нация состоялась, как нация, даже не в этническом смысле, а как нация, стоящая на единых каких-то фундейшнс. Вот это вы видите? Это формируется. Формируется. Это формируется. Но видите ли... И важно, идет ли этот процесс. Он идет. И знаете, вот какой четкий критерий? Это уважение к языку. А, да. Уважение к языку. Если раньше над этим смеялись, и теляча мова, и никто не хотел говорить, и говорили по-украински нельзя выразить тонких понятий, то сейчас, пожалуйста, и перевод... Если это мужичная мова, конечно, сейчас это все понимают. Да, но более того, например, нет технических, юридических книг медицинских в достаточном количестве на украинском, но их число все время растет. Украина выкарабкается, если она вот этот тяжкий период пройдет до конца. Как Финляндия, и тоже не верили, что убогие чухонцы смогут встать вровень и заменить шведский, немецкий, русский язык своим хуторским. Однако же сумели. Однако же сумели. У украинцев гораздо больший потенциал. И вот это вот четкий критерий. Отношение к языку, интерес к своей истории, самоидентификация. Хотя, конечно, страна во многом расколота, но какая страна едина? Никакой такой нет, это мифы все. Да, я думаю, что Франция еще более расколотна. Да, боже мой, я уже не говорю про Индию, сутки, Америка, которая ровно пополам, да. Но, видимо, это гармоническое единство, знаете, оно так же нужно, скажем, как Ветхий Новый Завет, который во всем противоположный, а все-таки одна книга. Это хорошее сравнение, делающее вам честь как теологу.